Приветствую вас. Давайте мы для начала ответим с вами на вопросы, которые вы задаете, а после этого уже я разберу ваш текст. Итак, поможет ли нам терапия или мне нужно работать одно, чтобы разорвать отношения? Терапия может помочь вам обоим, если вы оба хотите над собой работать, если мужчина понимает, что его действия не совсем корректны по отношению к вам. Если он этого не понимает, вот, если работать над собой человек не хочет, то терапия вам в общем и целом бесполезна. Бесполезна, бесполезна от слова совсем, потому что мужчина будет либо сопротивляться, либо как-то интерпретировать, стараться интерпретировать в свою пользу то, что вот будет на терапии, грубо говоря, происходить. Вот, поэтому не имеет смысла заниматься терапией, если человек не хочет меняться. Вот, исходя из того, что вы, ну вот, исходя из того, что вы дали понять, я предполагаю, что менять человек, грубо говоря, не хочет. От слова совсем, вот, и как бы это, вот, собственно, может быть довольно серьезной проблемой для отношений. Дальше. Дальше. Или мне нужно работать одной, чтобы разорвать отношения. Ну, вы знаете, я вот прям не думаю, что если вы будете работать, да, то вам нужно прямо разорвать отношения. Я, честно говоря, больше придерживаюсь немножко другой идеи, что под оборудоваться над собой, вы просто можете решить для себя вот что конкретно вам нужно. В чем конкретно выносятся, что конкретно вас, например, беспокоит и в этом направлении двигаться. То есть работа здесь выступает как, ну, как некий такой способ себя понять, понимаете? Вот, вот, не как бы, никакой способ разорвать отношения, да, потому что они могут быть, ну, на самом деле, они могут быть хорошими, они могут, там, вас устраивать, вас всем. вот, то есть, но при этом вы можете себя не понимать, вы можете быть неуверенным в себе, вы можете, там, испытывать, не знаю, какие-то противоречия, да, и так далее, вот. И вот этот момент нужно решить, потому что мужчин много, людей много, а у всех, как бы, ну, своя позиция, у всех своя точка зрения, и нужно, на мой взгляд, сохранять вот такой статус-квор, да, и как-то вот свою позицию продвигать, вот, в том числе и с ревнивыми ребятами, с ревнивыми мужчинами, вот, которые, ну, сами по себе не представляют чего-то такого экстраординарного, вот. Другой вопрос, если вы сами уже склоняетесь к тому, чтобы отношения разорвать, это уже другой вопрос, но, как бы, изначальная терапия все-таки проводится не для этого, изначальная терапия проводится для того, чтобы лучше себя, по-настоящему. Дальше. Или я ошибаюсь и настоящие мужчины, действительно, так и нет. Настоящие мужчины, они, вообще, что такое настоящие мужчины, да, это, мне кажется, само по себе уже какое-то такое довольно стереотипное понятие, потому что, ну, настоящие мужчины, любой мужчина, любой человек мужского пола. Точнее, даже не пола, а мужского гендера. То есть, настоящие мужчины, это человеку, которому председают мужские качества, признаки мужского гендера, вот и всё. Это и женщина может быть. Так что, понимаете, сама постановка вопроса, в контексте того, что такое настоящий мужчина, уже вызывает некоторые вопросы. Вот. Но в контексте вашей, именно вашей ситуации, я могу сказать, что вряд ли неуверенный в себе и ревнивый человек, да, вряд ли приближается к какой-то такой мужской позиции, потому что это, по большому счёту, как раз таки, не мужская, а женская. Женская, это женская черта, тревожность, такая неуверенность, да, вот. Но это накладывается на такие вот мужские гендерные, грубо говоря, качества. Вот. И в результате, в результате, в результате, в результате, получается, что мужчина, ну вот он, позиционирует себя, как настоящего. Да, позиционирует себя, как настоящего. То есть, я настоящий мужчина, но при этом настоящий мужчина, он ревнует. Ну, это вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это в какой-то степени, ну, это странно, что настоящий мужчина ревнует. Вот. И я, если честно, думаю, думаю, что вы сами в этом, ну, я думаю, что вы, я думаю, что вы сами прекрасно в этом себе боёте, как отсчёт, да. Но при этом, вот, что-то вас, по мой взгляд, что-то вас прямо вот удерживает от того, чтобы не решить для себя окончательно, вот, что вам там в этом, ну, в этой ситуации делать. То есть, я не знаю, может быть, вы боитесь чего-то, а может быть, ещё есть какие-то трудности у вас. Так вот сказать, однозначно, наверное, сложно будет. Но, на мой взгляд, вам как-то вот в этих вот направлениях нужно двигаться, да, чтобы понять, что же вы хотите всё-таки. Вот. И вот ваши сомнения в том, кто такой настоящий мужчина, да, вот, это тоже свидетельство того, что вы, вот, не совсем, как бы, уверены в себя, к сожалению. Потому что для конкретно вас, настоящий мужчина, это тот, с кем вы чувствуете себя женщиной, с кем вы чувствуете себя, даже не женщиной, это не совсем корректно. Даже не с кем вы чувствуете себя женщиной, а с кем вы чувствуете себя, ну, естественно, то есть, с кем вы можете естественно вести себя, как женщина, вот. Сделать то, что хочешь, вот, грубо говоря, ну, там, не сопротивляться, например, да, то есть, не испытывать, ну, какого-то, ну, какого-то сопротивления, да. Вот, это есть, собственно, для вас, это есть, в общем-то, проявление настоящей такой вот мужественности. Понимаете? Дальше. Значит, не могу отделить, пишите вы, что правильно, а что нет. Ну, я вам по секрету, в кавычках, скажу, что никто не может отделить, что правильно, а что нет. Потому что правильно, неправильно не существует. И ваша проблема в том, что вы думаете, будто есть такая история, как правильно, неправильно. Такой истории нет. То, что вы пытаетесь найти вот то, что правильно, неправильно вас и губит вам мешать, потому что... Этим очень легко, ну, манипулировать, очень легко манипулировать этим, как раз, вот, тем, что, ну, правильно, неправильно, очень легко это манипулировать. К сожалению. Вот. Поэтому, собственно, поэтому, собственно, и получается такая история, что мужчина вами, по сути, по сути, манипулирует. Вот. То есть вы сами переживаете по поводу того, вот, думаете, а правильно ли я там поступаю в каких-то моментах или нет. Вот. И мужчина подливает масло в огонь, говоря вам, что вот, ты вот правильно вот таким каким-то одним определенным образом поступать. Вот. И это, конечно, вас очень сильно напрягает. И то есть ваша собственная неуверенность, ваша собственная проблематика правильности и неправильности своего поведения, она вот приводит к тому, что вы выбираете такого мужчину к себе в отношениях, которые, как бы, отражают ваш конфликт. Но конфликт ваш, а не человек. Встречаемся и живем с мужчиной год. Через полгода отношения мужчина сталкивать, как раз, ограничивают мою свободу. Ну, здесь страх потерять и ревность, что означает недоверие себе. То есть мужчина, вот, себе не доверяет, себе сам, он себе не доверяет. Дальше. Дальше. Так. Сказать не хочется я проводил время с одной из своих подруг, она на меня плохо лежит. Да, это вот как раз, это вот как раз история про классическую, ну, про классическую ревность, классическую такой вот недоверие себе. Я не доверил, ну, не доверил самому себе человеку. Это вот классическая такая история. Здесь. Так, я сказал, что возник конфликт. Ну, то есть, да, огреется попытка подавить, подчинить. И так мы конфликтуем, пока это его проводится. Ну, смотрите, да, на первый взгляд, конечно, все, как бы, ну, более, более чем очевидно, что вы конфликтуете и всякое такое. Но, с другой стороны, если вы, вот, если вы как следует подумаете, вы увидите, что в конфликте участвуете, ну, в конфликте участвуете и вы тоже. То есть, если бы не вы, то конфликта бы не было. А так получается, что в конфликте участвуете и вы, в самом числе. А это, ну, большая проблема. Мужчина, да, мужчина может конфликтовать на сколько угол. Это его право, это его выбор, он обрешает свои проблемы. Но вы участвуете в конфликте. Уместе с ним. Из-за этого возникает проблема. Из-за этого возникает ссора. Из-за конфликта, вашего конфликта с ним. Ну, это такая штука. Вот. Поэтому, в данном случае возникает трудности, возникает сложности. В конфликте, что вы сами, вот, легко, как-то, ну, довольно, я бы сказал, может быть, судорожно, правильное слово будет. Пытаетесь себя защитить. Вот только от чего вы пытаетесь себя защитить в данном случае? Что вы пытаетесь защитить? Что вам угрожает? То есть, мужчина, что мужчина угрожает, например, вашей свободе? А как он угрожает вашей свободе? Чем он угрожает вашей свободе? Сомневаетесь ли вы в чем-то, что, получается, он вам угрожает, ну, угрожает вашей свободе? Да, это очень важный момент. Но в любом случае, как бы там ни было, с вашей стороны тоже есть конфликт. Конфликт, конфликт, конфликтная ситуация. И свой вклад в конфликт нужно довольно четко для себя ну, для себя понимать. свой вклад в свою конфликтную ситуацию, нужно достаточно четко для себя учитывать, чтобы не было проблем с ответственностью, чтобы не было проблем с тем, что вы очень много энергии тратите, лишней, да, но вот эти все, ну вот эти все притворы еще, которые есть у вас, вот. Так что вот, вот примерно, примерно, такая вот история, примерно. Такой аспект я могу здесь выделить, да. Дальше. Эм, так, значит, если провожу время за днем, как он внезапно точно сходит на выставку, у меня нет инфекция, вот так, ну это контроль, контроль это незащищенность, это смещение проблем с личными границами, то есть его личные границы, скорее всего, не уважали, либо там есть травмы и измены, и он, соответственно, не уважает ваши личные границы, и, как бы, проецирует вот свой страх измены. Дальше. Я не хочу расставаться или не могу, но подозреваю, что его победение не нормально. Ну, опять же, нужно разобраться, так вы не хотите расставаться или не можете, потому что это разные вещи, да, вот. Если не хотите, то... А чего хотите, а если не можете, то это зависимость. И с тем и с тем, как бы, нужно разбираться, да, что, ну, о чем идет конкретно речь, потому что, это так вот все, по сути, в одном, но не могу и не хочу вещи разные, вот. И... Ну, направление, собственно, помощи вам тоже разное. Разное, совершенно, в таких, ну, в таких случаях. Дальше, значит, подозреваю, что не нормально. Ну, и для вас это не нормально. А он параноидально, потому что я ни разу вас так и не сталкивался. Ну, нет, ну, если бы с чем-то не сталкивался, это если не значит, это не норма. Другой вопрос, что вам это не нравится. То есть, видите, здесь не доверяя себе. Он говорит по тому поводу, что настоящих мужчин мало. Ну, это не проявление настоящих мужчин, как я уже сказал. Все это меня отливает с толку. В смысле? Что вы имеете ввиду? В целом, он добрый, умный и чуткий, абсолютно не агрессивный, но постоянно твердит меня о особах и подчинениях. Ну, я бы, естественно, на самом деле поставил подсомнение, что вы называете его не агрессивным. То есть, как-то несколько странно звучит. Человек не агрессивный, но при этом контролирует. Да, и, как вы говорите там, пишите, что, значит, так, обвинял меня в измене. Вот. Скандали, что я не испытываю и мучился. Это не агрессия? Странно. Так. Говорит о жертве своими желаниями интересными ради него. Ну, это вот, понимаете, это болезненное проявление, к сожалению. И, как я уже сказал, это больше женские качества, женские больше проявления, нежели чем, ну, вот, нежели чем мышечки, к сожалению. В этом. Какая штука. Поэтому. Точно говорить про настоящую мужчину хорошо. Конечно. Но только к реальному положению вещей это имеет весьма мало, ну, весьма маленькие отношения. К реальному положению вещей. Вот. Дальше. Когда я изменю свою позицию, так, модель поведения, буду страдать, привыкать к неправильному чувству, быть за мужчиной, стану слабее и наступить к гормону. Мужчина пытается манипулировать вами, пытается сновидовать вам. То, что хорошо для него, будет хорошей для вас. Нет. Нет. Потому что, это не свобода вообще. Выкину не готовую, вам это не подходит, иначе вы бы уже были такой. А мужчина пытается вас переделать. Он не принимает вас такой, какая вы есть. Это означает что угодно, но только не любовь. Вот. То есть, с его стороны, с его стороны есть число собственничества. С его стороны есть отношения к вами как к ценности. Вот вы ему дороги, это правда. Но дорогие ли вы ему как человек, как женщина, это вот большой вопрос. И, ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, вы не дороги ему как женщина. На мой взгляд, мужчина дрожит вами как вот, ну, как ценностью. Он вами дрожит. Вот. А как, непосредственно, личностью, да, он вас не уважает, потому что не уважает ваш выбор быть той, как вы хотите быть. Не уважает ваши решения. Самое главное, он вам не доверяет. А если он вам не доверяет, он не доверяет себе. А это его проблема. И что бы вы ни делали, его проблема не доверяет себе. Это не решит. Вот. А более того, когда раз, когда вы ему подчиняетесь, вы лишь только подкрепляете позитивно его, вот эту вот его позицию, вот он еще больше в ней, в этой своей позиции укрепляется и идет по, к сожалению, ну, довольно деструктивному пути. Вот. Вот. Поэтому, тут вот такой момент, его очень важно понимать, что подчинениями вы ничего не добьете. С другой стороны, очень важный момент, как вы пришли сами к идее вот подчинения, да, и насколько, например, вам это нужно, если это вам нужно, вот, неуверенно если это к себе или там, не знаю, что-то еще, вот. Вот это нужно разобрать, потому что это может влиять на ваши отношения в будущем, вот. Ну и, конечно, на мой взгляд, у вас есть страхи, вот, на мой взгляд, у вас есть некая такая трудность, сомнения в себе, вот, и с этими аспектами нужно работать, чтобы вам, а чтобы вам это не мешало быть в отношениях, находиться в них, вот. Уверенность поможет, поможет лучше и спокойнее отстаивать свою позицию, уверенность поможет вам не конфликтовать, вот. И еще, может быть, некоторые проблемы тоже позволят рассмотреть, ну, если они у вас, потому что каким-то образом вы оказались в этой ситуации, вот это не случайно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.